всем здравствуйте всем здравствуйте добрый день ждем пока подсоединятся наши коллеги всем здравствуйте рада всех видеть сегодня в прямом эфире как ваше настроение здравствуйте немножечко еще подождем пару минуточек присоединяться наши коллеги всем добрый день сегодня у нас будет прямой эфир на тему как привлечь клиентов так но еще немножечко подожду присоединение девчонок всем добрый день здравствуйте лента пестрит прямыми эфирами сегодня сама смотрю сколько выходит интересных блогов эфир инструкторов но мы сегодня тоже вас будем как говорится радовать знаниями опытом личным опытом я думаю вам с нами будет интересно девчонки коллеги мои может есть и мальчишки туда всех рада приветствовать так зависает у всех виснет или у кого-то только отпишитесь пожалуйста так у нас эфир сохранится говорю сразу так все видно слышно спасибо так всем здравствуйте еще раз буду начинать чтобы как говорится все успеть сделать меня зовут светлана печура я инструктор академии здоровых ногтей анны романовой город донецк сегодня у нас тема такая актуальная как привлечь клиентов буду сегодня с вами делиться не просто какими-то бла-бла-бла фразами а наработанными способами которые помогли мне нарабатывать клиентскую базу в течение 12 лет немножечко расскажу о себе и почему именно я из всей команды инструкторов до вы же выбрала эту тему мы когда готовили темы для вас мы естественно как бы все выступают то в чем сильные да кто чувствует свою экспертность до в этой вот теме с которой выступает вот поэтому принципе я выбрала эту тему потому что за свои 12 лет практики мне пришлось поменять базы клиентов несколько раз первый раз это было когда я только начинала на я нарабатывала клиентскую базу второй раз это было когда из первого рабочего места я поменяла рабочие места опять же с нулевой базой а так получилось что поменяла не только рабочие места и салон еще и города то есть как бы в принципе я нарабатывала с нуля второй раз это было когда так получилось что на руках руководитель узнал что я беременна заменил меня сразу же в тот же день я осталась как говорится одна на одна с проблемой и мне приходилось самостоятельно нарабатывать клиентскую базу вот и потом следующий раз мой переезд из маленького городка большой военный донецк я нарабатывала клиентскую базу дальше я открыла свое дело до будем так говорить самостоятельно начала работать начала с маленького кабинетика сейчас у меня учебный центр большой до студия и магазин вот и вот все эти случаи они дали мне возможность наработать эти навыки по на наработке клиентской базы и сейчас я буду делиться с вами ну во-первых скажу так я комментарии отключу на момент моего самого такого главного вещания теории такой а поэтому пожалуйста запаситесь ручкой и тетрадочкой чтобы вы могли записать вот то что вы услышите от меня законспектировать также возможно у вас появятся вопросы пока я буду говорить почему отключу комментарии чтобы вы меня не сбили я очень готовилась информация это взяна не с потолка очень эмоционально передается потому что это моя жизнь вот поэтому в данном случае чтобы ваши вопросы не сбили меня с темы я отключу но это совершенно ненадолго вот по поводу способов привлечения клиентов на самом деле этих способов очень много и все они лежат на поверхности любого бизнеса который связан с продажами и моя сегодняшняя тема будет интересно не только мастерам маникюра но и любым мастерам бьюти сферы тренерам кондитерам то есть это все кто что-то продает то есть упаковывают и продает свою услугу либо там произведения своих рук да то есть принципе это будет интересно многим и так самое главное еще забываю все время сказать скажу вначале все кто будут с нами на этом эфире будут участвовать в розыгрыше онлайн онлайн курса без форм это мой курс и розыгрыш будет проводиться среди тех кто запишет видео отзыв о нашем сегодняшнем прямом эфире обязательно нужно будет отметить аккаунт анны романова романова с которого сейчас веду прямую трансляцию и аккаунт мой склана печура так как нас найти мой аккаунт можно будет у они на страничке где реклама сегодняшнего прямого эфира либо там предыдущие посты и там есть активная ссылка нами так еще раз здравствуйте начинаем я выключу сейчас комментарии потом включу ненадолго девчонки так теперь бы еще по узнать как их выключить выключить комментарии так есть я очень не любитель выключать комментарии потому что в принципе мне очень нравится общаться да то есть вести диалог когда ты работаешь на живых курсах ты ведешь диалог глаза в глаза тесты видишь своего собеседника ловишь его взгляд и как говорится якоришься на нем и уже с ним общаешься как будто бы подпитываешься энергии этого человека хорошем смысле этого слова когда мы работаем в прямом эфире это тоже работаю поверьте подготовиться установить штатив телефон свет особенно если ты находишься на самоизоляции да то есть как бы убрать всех животных с дома всех домашних ну и соответственно сделать хорошую подачу информации потому что в данном случае мне бы очень хотелось рассказать вам о том что действительно работает вот поэтому когда выключая комментарии такое впечатление что работаешь сам собой но ненадолго и так девчонки начнем с первого это сарафанное радио первый способ привлечения самый-самый древний самый распространенный способ привлечения это сарафанное радио сарафанное радио Это рекомендации вас, как мастера, либо вас, как, допустим, тренера, либо вас, как, допустим, парикмахера. То есть вас, как человека, который продает хорошую, качественную услугу, хорошо упакованную и все сопутствующее с этой стороны. Многие говорят, что на первом месте уже давным-давно сарафанное радио не стоит. Я поспорю. Почему? Потому что сарафанное радио – это рекомендация. Ну, в принципе, сейчас каждый из вас может задуматься и решить, что даже если вы увидите хороший продукт в магазине, либо, допустим, в интернет-магазине, либо просто на просторах интернета, то все равно есть страх покупки этого продукта. То же самое, как, допустим, в магазин ты приходишь, видишь кучу головок сыров, какой взять. Допустим, там моя подруга рекомендует мне вот такой сыр, очень вкусный, хороший. Я, естественно, полагаясь на ее вкус, зная, допустим, что она там себе там плохого не позволит, я могу пойти по рекомендации моей подруги. То же самое это будет касаться и нашего продукта, то есть маникюра, да, как мы это все делаем. Например, рекомендация, да, там ты увидел красивую работу, там Маша говорит, там, ой, очень хороший мастер, мне так понравилось, там, хорошо работает, там, быстро или там еще что-то. Ну, в общем, у каждого свои какие-то критерии качества и критерии рекомендации, поэтому, соответственно, мы идем, да, на рекомендации тех людей, которых мы считаем, как бы, там, экспертами, да, в этом во всем. Так, в принципе, и в обучении, если вас порекомендовал ваш ученик, то есть ему понравилось, что он там для себя выбрал, что понравилось, подача материала, понравилось, допустим, там, кормили на курсе, допустим, да, там кто-то скажет, представляешь, даже там покормили, да, вот. То есть, либо наоборот, там, отношения, что все предоставили, или вообще подача знаний, то есть это все, как бы, все идет в рекомендацию. Это называется сарафанное радио. И эта рекомендация на первом месте у нас стоит. На втором месте у меня стоят соцсети, да, то есть в способах привлечения это соцсети. И сейчас каждый из вас подумал про Инстаграм, забыв о том, что существуют еще ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и Твиттер. Да, я скажу по себе, работает Инстаграм круче, чем все остальные соцсети. Но не стоит забывать о том, что Инстаграм это не единственная соцсеть, через которую можно продавать. Если вы знаете, что в Инстаграме есть, когда вы публикуете публикацию, печатаете, да, ее, и когда у вас есть кнопочка поделиться, если вы синхронизируете свой аккаунт Инстаграма с аккаунтами ВК в Одноклассниках, в Фейсбуке, в Твиттере, то вы будете, один раз вы публикуете, но сразу везде соцсети ваши заполняются. Очень ошибочно мнение, что нет продаж там ВКонтакте, в Одноклассниках, в Твиттере и в Фейсбуке. Я скажу так, что для меня Твиттер вообще это темный лес, и я никогда там еще не была. Но Фейсбук, Одноклассники и ВКонтакт, они у меня сопряжены с моим основным аккаунтом Инстаграм, и выкладывая какую-то публикацию, я сразу отмечаю галочкой, выложите там. То есть, когда-никогда, но там тоже выстреливают. Опять же, откуда вы знаете, откуда может прийти ваш новый клиент? Где он сидит в Инстаграме, как говорится, по себе люди не судят. Если ты заложник соцсети Инстаграм, то не означает, что для кого-то Инстаграм считается не очень, будем так говорить. Кто-то, может быть, очень любит ВКонтакте. Помню, когда только Инстаграм начинался, ну, давно, в принципе, да, я была, сначала начинала свою, как говорится, карьеру в Одноклассниках. Ну, карьера была еще тогда мамочки. Вот, ну, как, в принципе, меня Одноклассница зарегистрировала. Я вообще даже не понимала, как туда можно зарегистрироваться и прочее. Я даже скажу так, по сей день у меня, мои Одноклассники подвязаны на телефон сына моей Одноклассницы. Поэтому, когда забываю пароль, я ей звоню, говорю, Марин, напомни номер телефона своего сына, я могу туда зайти. Но начинала я оттуда. И когда соцсеть ВК была, в принципе, как бы на пике популярности, а Инстаграма тогда не было, то, попав туда ВКонтакт, я сказала, да что там делать, там дебилы одни сидят. И буквально, наверное, месяца через 3-4 я пополнила ряд этих дебилов и сидела конкретно ВКонтакте. Я там поняла, как продавать, я там поняла, я там нашла очень много полезной для себя информации. Ну, соответственно, как бы это стало моей любимой соцсетью. Когда же появился Инстаграм, тогда были только публикации фоток, и я не понимала, для чего фотографии вообще в Инстаграме. Кому интересно, мои фотки просто смотреть. Это еще не было ни хэштегов, ничего. Потом оно постепенно все усовершенствовалось. Совершенствуется Инстаграм сейчас до сих пор, да, какие-то новинки появляются. И соцсети стали самым главным способом продажи, да, моей услуги. То есть продвижение, да, и привлечение клиентов. Поэтому, как бы, в принципе, я вам рекомендую работать сразу на все фронта, то есть работать сразу с Инстаграмом и делиться во всех своих остальных соцсетях, если вы там зарегистрированы. Если нет, зарегистрируйтесь. Итак, следующее. Это век наших технологий. Это наши сайты, да. То есть, в принципе, если вы занимаетесь продажей. Продажей, допустим, материала, продажей своих каких-то услуг. Это маникюр, педикюр. Это продажа курсов. Вы можете сделать себе сайт, да. Сейчас сайты настолько уже усовершенствовались, не такие, как раньше были. И очень легко в один клик в сайте что-то приобрести. Опять же, на сайте автоматически все обновляется. То есть, если товара нет в наличии, либо товар поменял цену, как бы, это, в принципе, работает. Естественно, самый обычный мастер маникюра, либо даже я просто инструктор, я не могу зайти и сделать себе самостоятельно сайт. Но сайты очень хорошо продают. Допустим, когда вы в поисковой строке, допустим, в Гугле, или в Опере, или в Яндексе, вы что-то начинаете искать. Если у вас есть сайт, ваш сайт будет в рекомендованных. Это один из видов тоже также привлечения клиентов. Как оформить сайт? Вам помогут те люди, которые занимаются, допустим, оформлением и вообще созданием сайтов. Следующий этап – это форумы. Я думаю, есть здесь те мастера, которые на форумах еще раньше, помните, когда был Nail Club форум, и я помню, насколько там было много очень полезной информации, допустим. И это был единственный форум, где можно было что-то узнать, посоветоваться с коллегами, что-то, как говорится, решить. Но это не панацея, чтобы вы сидели на одном форуме, допустим, тех людей, с которыми у вас одинаковое направление. Есть форумы молодых мамочек, форумы, допустим, людей, которые вышивают крестиком. Есть форумы людей, которые делают кукол красивых, цветы, еще что-то. В общем, форум по интересам. Соответственно, следя за этими форумами, находясь там, комментируя что-то, вы получаете новых знакомых. Получается, что у вас расширяется круг ваших знакомых, соответственно, среди этих знакомых появляются ваши новые клиенты. Следующее, это блоги. Я думаю, каждый из вас подписан на какой-то блог в Инстаграм. И раньше эти блоги были на просторах интернета, YouTube-каналы. Это блоги. И отсюда вышли блогеры. Блог о себе. В принципе, это одна из таких вот тем привлечения клиента, когда клиент видит вас и читает о вас, и как бы он вам доверяет, и, соответственно, он у вас будет покупать. В принципе, давайте просто возьмем любой пример с обычного какого-то блогера, который ничем не занимается, он просто блогер, да, его профессия блогер. Она показывает с утра до вечера свою жизнь. Естественно, если, допустим, это, ну, как бы вам не интересно, вы ее не смотрите. Но, как бы, в принципе, мы все очень любопытны. И нам всем интересно подсмотреть за кем-то. И, казалось бы, ты себя ловишь на мысли, блин, зачем я это смотрю? А тебе интересно, и ты каждый день смотришь, смотришь, смотришь. Ты начинаешь сближаться с этим человеком через экран, да, грубо говоря. И ты уже там знаешь, как зовут ее детей, во сколько они встают, что они едят на завтрак, и как они там, и прочее, 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 прочее. Тебе что-то заинтересовало, допустим, она дает какие-то дельные советы, или она занимается спортом, или она рассказывает там про что-то такое интересное, что интересно тебе. Или у вас, допустим, погодки детки, и она там дает рекомендации там по, с теми, допустим, случаями, с которыми она сталкивалась. Ну, в принципе, просто взаимоинтересы. Соответственно, этот блогер что-то продает, и, соответственно, ты у него покупаешь, и ты его клиент. Точно так вы можете стать блогером. Не надо там показывать, что ты ешь, что ты пьешь. Допустим, если вы мастер, который занимается маникюром, педикюром, да, вы тоже можете вести свой блог по этому поводу. Информацию, которую вы можете выкладывать в свой блог, это, в принципе, ваша страничка Instagram элементарная. И когда вы просто тупо постите ваши фотки красивых, некрасивых маникюров, как поносился, или там еще что-то, это просто ваше портфолио. А когда вы пишете там о том, что вы ездите на курсы повышения, о том, что вы смотрите прямые эфиры, о том, что вы работаете, о том, что вы там график строите, и все остальное, это вы ведете блог о своей маникюрной жизни. Так, следующий этап, это визитка, да, то есть, в принципе, все, наверное, знают, да, что такое визитка, и у каждого из вас по-любому в руках когда-то оказывалась визитка кого-либо. И давайте сейчас все задумайтесь, а если у кого-то есть рядышком, давайте вы возьмите с собой свою визиточку и ответьте на несколько вопросов. Приятна ли ваша визитка на ощупь, да, то есть, как бы, вы когда ее трогаете, ну, как, есть какой-то дискомфорт или, наоборот, какой-то кайф, да. Стандартная ли ваша визитка, она просто с острыми краями или у нее скругленные края, на ней есть тефленые какие-то там циферки, буковки, или, может быть, она бархатная, на ней глянцем написано. А матовая ваша визитка, глянцевая ваша визитка, что вообще на ней указано? Если на ней указан ваш номер телефона, где вы находитесь, ваш адрес территориальный, если на ней написаны все возможные контакты, как можно с вами связаться, то есть, это WhatsApp, Telegram, Instagram, да. Если на ней написано, чем вы занимаетесь, да, как бы, в принципе, допустим, там, Светлана, занимаюсь ноготками, там, маникюр, педикюр, например, там, что там еще может быть написано, там, суперкруто, быстро наращиваю, там, ну, в общем, любая информация, которая связана с вашей деятельностью. И эта визитка, она, в принципе, хорошая визитка, но не лучшая, да, чтобы никто не выкинул вашу визитку, которую вы дадите, да, вашему клиенту, она обязательно должна иметь какое-то предложение, допустим, предъявителю визитки 10% скидка, или, например, на обратной стороне визитки будет женский календарик, или, например, там, на обратной стороне визитки будет напоминалка, когда ей приходить в следующий раз, да, то есть такая, как напоминальная карта, или, например, там, какая-нибудь цитата крутая из великих, вот, умных людей, да, которые, ну, знаете, как вот, будь как море, поволнуйся и успокойся, да, в принципе. И тогда эта визитка всегда будет находиться у того человека, которому вы дали ее. А если эта визитка, в принципе, обычная, там, Настя Шугаринг и номер телефона, она не зацепит, и она, в принципе, будет валяться, телепаться, и будет удалена, когда будет очередная уборка в этом самом, в кошельке происходить. Поэтому сделайте свою визитку красивой, приятной, чтобы ее никто не хотел выкинуть, с какой-то очень полезной информацией на ней, там, тот же обычный, даже элементарный календарь, вот, и будет она храниться у человека и будет привлекать вам нового клиента. Так, следующее, это памятка для клиентов, и я скажу так, что очень многие знают об этом пункте, но, в принципе, никто не работает с этой памяткой. Что такое памятка для клиента? Смотрите, давайте подумаем, клиент к вам приходит, ну, грубо говоря, раз в месяц. То есть, что с ним происходит тот месяц, а тем более, что происходит с ногтями клиента в последующее время, пока он пришел к вам, от вас не пришел, может, он не придет к вам больше, мы не знаем. Что такое памятка? Ну, давайте приведу пример, в принципе, на татуировке. Да, когда я была у мастера тату, произвели сеанс, и, уходя, она мне выдала такую памятку. Во-первых, она была яркая, сочная, на ней было напечатано, что мне нужно делать с моей татуировкой, да. Когда, допустим, там, мочить, не мочить, мазать, не мазать, чем мазать, обязательно написано, что запрещено, что важно, там, подчеркнуто, что нельзя отдирать, там, корочки и прочее. То есть, в принципе, если бы она мне это сказала на словах, эту всю информацию, которую я, как человек, у которого ни одну тату, а больше знаю прекрасно, все равно бы забыла эту информацию. А памятка, она, во-первых, дает, для меня дает, как бы, возможность это все соблюдать. Во-вторых, я вижу, что обо мне заботятся, как о клиенте, и, соответственно, эта памятка, в принципе, в моей сумочке, даже если ее кто-то, я достану на рабочий стол, и кто-то ее увидит, у тебя спросят, а что это? А я скажу, что памятка мне мастер дал татуировки. И меня, естественно, как бы, ну, спросят, отдай номер мастера. Точно так, как и мы, мастера маникюра, мы отпускаем клиента, да, понятно, что бла-бла-бла, все знают, что нельзя ногтями закручивать там болты, отдирать гвозди, и, в принципе, ногти нужно беречь. Но все равно, если вы сделаете красивую памятку, а особенно, если вы сделаете какой-то презент своему клиенту, допустим, вот уходит от вас клиент с процедуры, сделайте памятку в виде визитки красивой, либо просто напечатанную на обычной яркой красивой бумаге, да, либо шоколадку с напечатанной вот этой мини-шоколадочкой, она не будет напечатана, что вы ждете ее через 14 дней, там, или через 21 день, или там от 14 до 21 дня, что ногтями нельзя ковырять, отдирать, что обязательно нужно смазывать кутикулу маслом, да, и подарите клиенту перчатки. Перчатки, как бы, в принципе, в априори, это расходный материал, который, ну, сколько там, от 5 до 20 рублей, да, стоимость перчаток, ваша процедура маникюра, она не обеднеет, да, стоимость, или вы просто заложите это в стоимость процедуры и отдайте клиенту, опять же, получив такой вот пакетик, да, с перчатками, с памяткой, что там, когда нужно прийти, что нельзя делать руками, и напоминалка, что руки нужно увлажнять кутикулу и вообще, в принципе, опять же, клиент от вас услышит вашу заботу, опять это привлечет, опять она будет рекомендовать вас, то есть она прибежит на работу и скажет, ты представляешь, мне Светка дала даже перчатки, я теперь смогу помыть посуду в перчатках, и вот тут напоминалка, чтобы я не забыла, а то я вечно все забываю, ну, как бы, в принципе, это такая мелочь, которую, как мы все знаем, но мы не умеем это подать и продать, но напоминалки и памятки, они очень хорошо, ну, повышают привлечение клиентов в вашу продажу. Так, следующий этап, это будет прайс-лист, каждый из вас сейчас давайте вспомним о нашем прайсе, как он оформлен, что он там, в заметках написанный, с подчеркнутыми красными линиями, или, например, вообще написан он у вас, или что такое прайс, сколько стоит маникюр и гель-лак, сколько стоит отдельно маникюр, и ты такой сразу подвисаешь, да, в принципе, прайс должен быть на печатанном виде, и прайс должен быть в электронном формате, продавая себя на разных площадках, то есть, допустим, вы работаете, у вас кабинет, салон, там, ну, неважно, в общем, к вам может человек прийти просто так, и он, что вы будете сидеть, искать в инстаграме ваш прайс, или там в телефоне отдавать чужому человеку свой телефон, типа, на, посмотри мой прайс, когда человек приходит, у него есть возможность напечатанный прайс посмотреть, оценить, задать вопросы, опять же, если к вам записываться через соцсети, да, там, любая платформа, да, социальных сетей, у вас есть в электронном виде красиво оформленный, расписанный, разложенный по полочкам ваш прайс, не просто маникюр, гель-лак, да, и потом куча угроз, с собаками не приходить, с детьми не приходить, с мужем не приходить, да, то есть, как бы, в принципе, сразу клиент скажет, я сейчас сама не приду даже, вообще, как бы, в принципе. Поэтому расписывайте все ваши позиции прайса, то есть, есть такая процедура, как маникюр, напишите ее стоимость отдельно, есть такая процедура, как покрытие, напишите отдельно, есть такая процедура, как, допустим, коррекция, там, декор и прочее, распишите свой прайс, В принципе, вы должны понимать, что если вы занимаетесь моделированием, то обязательно поделите на длины стоимость, потому что короткие ногти, они не могут стоить точно так, как и длинные. Если, допустим, у вас напечатанный прайс, вы можете сделать какое-то портфолио, допустим, маникюр и френч-покрытие. Сфоткайте свою работу, распечатайте, и клиент это увидит. Еще очень хороший совет, это вы можете также в электронном виде завести отдельно страничку, на которой просто будет ваш прайс. Не просто напечатанный буквами, а примеры работы, как это все выглядит. Я соглашусь с вами, сейчас каждый из вас скажет, а это еще надо заводить страницу, еще писать, фоткать, печатать, распечатывать. Ну, наверное, расстрою вас, чтобы зарабатывать нормально денег, нужно шевелиться, шевелиться так прилично, да, будем так говорить. Нужно делать много для того, чтобы зарабатывать много. Например, давайте возьмем пример с математики. Если ноль ваших действий умножить на ноль ваших клиентов, то получим ноль прибыли, правильно? То есть, если ничего не делать, то ничего и не получится, в принципе. Так, следующий этап, следующий способ привлечения наших клиентов, это реклама в газетах, в журналах, да. Ну, скажу так, насколько это продуктивно и как это работает, вы можете лично только узнать, попробовав разместиться в журналах, ну, в печатных изданиях и уже увидеть. Скажу так, по своему, как бы, примеру, я не один раз размещалась, есть платные газеты, журналы, есть бесплатные. И как способ привлечения, это, ну, будем так говорить, работающий где-то на процентов 10-15 способ, но работающий. Поэтому в данном случае игнорировать его я тоже не буду и вам порекомендую. Как узнать про газеты и журналы? Вы ходите в самом городе, в какие-то, допустим, общепиты, то есть это кафе, какие-то бутики, магазины, там везде лежит глянец на журнальных столиках, либо глянец лежит на столиках, где вы кушаете, то есть как бы подается. Везде глянец сотрудничает с топовыми местами, допустим, города, да, где вы, куда вы приходите. И по-любому там есть контакты, редакции, вы можете все узнать, сколько что стоит. У них, в принципе, есть блоки разные рекламы, которые вы можете, вы можете целую статью про себя напечатать. Вы можете напечатать просто там какой-то купон со скидкой. И с этого журнала человек может вырезать этот купон и попасть к вам на процедуру. Также есть еще такое из печатных изданий, это баннеры, лайтбоксы и баннеры. Когда человек едет, стоит в пробке, у него по-любому мелькают эти баннеры и лайтбоксы на бульварах. И, в принципе, иногда люди проходят мимо и не видят, что там написано, а иногда они смотрят, говорят, это то, что мне нужно. Поэтому это тоже действующий способ привлечения клиентов. Печать на баннерах, на лайтбоксах. Так, следующий, десятый пункт у меня в моей шпаргалочке, это обмен клиентами. Ну, конечно же, не между мастерами, обмен клиентами происходит, допустим, если вы ходите к парикмахеру, его клиентская база может стать и вашей клиентской базой. Точно так, как занимаясь у какого-то тренера там по фитнесу, по йоге, допустим, тот же репетитор по английскому, вы можете обмениваться клиентами. Ну, скажу так, как это работает? Ну, не типа там, Маш, посоветуй меня, что я там четко делаю маникюр, посоветуй меня. Нет, вы можете пригласить, допустим, парикмахера, тренера, ну, любого человека, у которого есть клиентская база. Вы можете пригласить его к себе на процедуру, допустим, показать, как вы умеете сделать это все, да, и сказать, вот, ну, как бы, если тебе понравилось, рекомендую. Но можно сделать по-хитрому. Например, можно по рекомендации отдавать какую-то минимальную стоимость, допустим, процентное соотношение. Допустим, ваш парикмахер Галина рекомендует вас своим мастерам и говорит, ну, ты сходи к Свете, скажешь, что от меня, скажешь, что от Гальки, вот, и она тебе сделает 10% скидку. Ну, и, соответственно, клиент не умолчит, что он от Гальки никогда. Он придет и скажет, я от Гальки. Соответственно, получит 10% скидку, а вы поймете, что он от Гальки и Галечки все это отлистает. То есть, здесь, в данном случае, можете сейчас со мной поспорить, типа, что я должна с кем-то делиться, что я должна какой-то Гальки платить, еще и скидку клиенту делать. Ну, если вы хотите заработать клиента, который потом вас может, первое, рекомендовать, второе, будет вашим постоянным клиентом и, соответственно, приносить вам стабильную прибыль, то это очень хороший способ. Насколько он рабочий, вы можете проверить это только лично. Следующий способ привлечения – это сотрудничество с другими мастерами. Очень часто мы друг друга называем конкуренты. Я никогда в жизни не использовала этого слова, не потому, что у меня корона и, я скажу, у меня конкурентов нет, я лучше всех нет, ни в коем случае. Когда-то у меня была карьера продавца, да, то есть я работала в продуктовом магазине и после этого мне понравилось продавать. И я открыла свою торговую точку на рынке, на местном рынке своего города. И мы, в принципе, продавали все одно и то же. Ну, в принципе, вот что мы все это покупаем на одном и том же, как сказать, рынке, да, оптовом. Соответственно, я не могу там привезти такой товар, который не привезет там соседка моя через одну, две или вообще там рядом точки стоящие. Поэтому, соответственно, я сразу тогда еще поняла, что покупает покупатель не только товар, он покупает еще и продавца. И в данном случае мы занимаемся все одним и тем же, но нас покупают наши клиенты. Они выбирают нас не только за наш красивый маникюр, они покупают нас, понимаете. То есть продавая свой маникюр, вы продаете себя. Соответственно, как кто-то может меня продать, не будучи мною. Соответственно, это не конкуренты, а мои коллеги. Итак, допустим, я уехала со своего города, приехала в другой город. Мои клиенты остались без мастера. Рекомендуя какого-то другого мастера, я получила, грубо говоря, такой вот маленький откат. То есть я получила 50 гривен за каждого клиента, которого я привела к мастеру, которого я порекомендовала. Может быть, вы скажете, что это корыстно. На этот случай всегда есть одна фраза, просто деньги очень нужны. Но что мне это дало? Давайте рассмотрим. Во-первых, я получила какую-то сумму за свою клиентскую базу. Во-вторых, мастер, которого я рекомендовала, получил очень хорошую прибыль. Потому что клиенты пошли к этому мастеру, полностью доверяясь на меня. Рекомендовала я не просто какого-то мастера, рекомендовала свою ученицу. Соответственно, я была полностью уверена в том, что она не упадет лицом грязи и будет, как говорится, хорошо выполнять свою работу. Потому что у нее ответственность, к ней пришли мои клиенты. Но это один из вариантов, когда мы делимся и рекомендуем, и у нас появляются новые клиенты. Опять же, я нашла возможность пристроить своих клиентов. То есть я не сказала, типа, твои проблемы, я уехала, до свидос. Мой клиент мне благодарен до сих пор. Я уже много лет не работаю в том городе, но они до сих пор пишут мне, до сих пор за мной скучают. И если вдруг земля круглая, и я когда-то окажусь обратно в своем городе, и мне нужно будет начинать карьеру, у меня будет куча моих клиентов. Точно так, когда вы, допустим, теряете своего клиента, который переехал в другой район, ему теперь неудобно к вам ехать. Который, допустим, попал в какой-то там экономический кризис и не может сейчас позволить оплатить услуги у вас. Порекомендуйте ему. Допустим, если вы не сотрудничаете с мастером, вот с вами рядом не работает мастер, которого прайс немножечко ниже, то порекомендуйте коллегу свою, да, у кого ниже прайс. Клиент вам будет благодарен. Как вы привлечете нового клиента? Он посоветует вас, потому что, опять же, забота, он о вас, он понял, что вы позаботились о своем клиенте. И что ваш клиент, он потом вернется к вам, когда у него все наладится. То есть это так работает, хотя очень много споров на эту тему о том, что, типа, я Машке посоветую, а Машке будет лучше и прочее. Будьте в себе уверены, если клиент покупал вас, то, соответственно, он и будет потом вас покупать, в принципе. Так, дальше, девчонки, обмен клиентами. Так, сотрудничество с другими мастерами я сказала. Итак, самореклама. Самореклама – это ваши руки. Руки – ваша визитная карточка. Как это работает? Ну, понятно, сапожник без сапог. Это, в принципе, как бы, ну, я сейчас точно такой же сапожник. Как это работает? Работает это, допустим, находясь, особенно это работает хорошо для начинающих мастеров. У вас есть возможность себе самостоятельно что-то делать, время есть, да, и вы, в принципе, можете что-то пробовать. И как это работает? Вы, находясь в какой-то новой компании, в старой компании, неважно, где-то там, допустим, пошли на прием к какому-то врачу даже, в принципе. Ну, неважно. Где-то среди других людей, находясь, ваши руки видны. И вас спросят по-любому, а где вы делали ногти? То есть, вы себе сделали красивые ноготочки. Естественно, там девочка, девушка, женщина поинтересовалась. Вы сказали, я самостоятельно выполняю такой красивый маникюр, поэтому приглашаю. Здесь сработает ваша визитка, которую вы отдадите ей. И, соответственно, если там еще будет какой-то там скидос, да, при предъявителю визитки, там, скидка, либо еще что-то. То есть, это называется рыба попала на крючок. То есть, вы ее, как говорится, поймали и давайте ее, как говорится, полностью к себе, к себе, к себе. Да, то есть, ей понравилась ваша самореклама, ваш маникюр. Или, например, вы были на дне рождения в кафе, и кто-то там заприметил ваш маникюр, тоже спросил, сказал. Вы говорите, да, я занимаюсь, пожалуйста, обращайся. Поверьте, это очень рабочая версия. И точно так же, в принципе, я много раз, я честно вам признаюсь, я ненавижу себе что-то делать. Я, как и любой другой клиент, я хочу быть клиентом, чтобы мне что-то сделали. Да, как говорится, я всегда говорю, я непроигранная, чтобы сама себе что-то делать. Это некрасивая такая фраза, но, в принципе, когда я только начинала, я ходила к мастеру, когда мне не получилось ходить к мастеру, и мастер там заортачился, что я тоже мастером стала, я делала себя самостоятельно. Это были ночи напролет, это была возможность времени, мне позволяло. Но когда я уже стала востребованным мастером, и мое время мне было очень дорого и ценно, я приходила к мастеру, отдыхала. Я выключала мастера, включала клиента и просто сидела послушно, получала кайф от процедуры. Так, следующий этап – это объявление. Это очень трудоемкий процесс, очень трудоемкий, с очень низким выхлопом, но этот выхлоп существует. Что нужно сделать для того, чтобы написать объявление? Во-первых, придумайте оригинальный текст. Конечно, там всякие, ну совсем креативщину не употребляйте, но ваш текст должен звучать конкретно, что вы приглашаете, что вы делаете красиво, что вы делаете быстро, допустим, что вы делаете стерильно. То есть, что такое это объявление? В объявлении должно быть написано, чем вы занимаетесь, что вы предлагаете. Например, вот, допустим, если я ищу диетолога, то есть я не хочу сидеть читать, что я там уберу, ты похудеешь, я там уберу твой жир и всё такое, допустим. Я хочу, чтобы прочитать, что моя проблема услышана. То есть, в принципе, человек мне не будет рассказывать в объявлении, как я буду худеть, он просто меня уведомит о том, что я выйду от него с красивой фигурой, да, допустим, в принципе. Если это объявление мастера маникюра, то обязательно должно быть указан район, метро, допустим, станция, если это большие города, если это маленький городок, обязательно укажите, что вы очень заботитесь, там, и сервисы, и всё остальное. Для вас это примитивные слова. Для клиента это, в принципе, наверное, то, что он хочет услышать, увидеть, да. Очень часто, конечно, объявления не работают сразу, это я вам сразу говорю. Ну, допустим, вы распечатали кучу объявлений, развесили, расклеили, либо там в двери повсовывали в ручки, либо в почтовые ящики. И, в принципе, как бы, ну, сидите, ждёте, да, что что-то никто не звонит, наверное, мои ногти никому не нужны, всё пропало, всё пропало. Но как это работает? Ваши объявления будут срываться и сохраняться номерки. Кто-то будет их фоткать, кто-то будет именно срывать вот отрывной этот купончик, да, в принципе. И где-то через какое-то время, а обычно это 3-5 недель, будут раздаваться звонки. Так у меня было, да, когда я нарабатывала очередную свою клиентскую базу. Мы с мужем вечером прошлись, наклеили, боже, такую массу и на столбах, и на деревьях, где мы только не клеили. И никто мне не звонил. И через месяц происходит звонок, я скажу честно, уже за месяц набилась немножко клиентская база, уже особо я не нуждалась тех клиентов, которые мне очень были нужны на тот момент. Но, в принципе, у меня появилось 2 новых клиентки. У них была свадьба, мама и дочка. Соответственно, с этой свадьбы, после того, как я сделала им маникюр, ко мне пришли ещё новые клиенты. И ещё, и ещё, и ещё. А то, что клиентскую базу нужно постоянно держать в тонусе, постоянно нужно обновлять, я думаю, вы это знаете. Потому что клиенты имеют свойство переезжать, уезжать, терять работу, да, то есть платежеспособность, становиться тоже мастерами, беременеть, рожать. То есть клиент может меняться, да, то есть он может от вас уходить. Это не ваша собственность. Вы должны понимать, что у вас должна работать схема постоянно, да, даже если у вас плотная клиентская запись, всё равно ищите клиента. Так, дальше. По привлечению это «Приведи друга», да, это такая вот акция для друзей, такая особенность для ваших уже имеющихся клиентов. Предложите своему клиенту порекомендовать вас за деньги. Здесь нет ничего такого, это абсолютно не стыдно. То есть вы говорите там «Маш, порекомендуй меня, пожалуйста, своей подруге, а я тебе сделаю скидку на коррекцию, там, 300 рублей». А если порекомендуешь меня двум подругам, ну не просто порекомендуешь, а они придут от тебя, допустим, то это будет 600 рублей скидка, в принципе. У меня была один раз такая ситуация. Моя клиентка с моего родного города, Галина, она работала продавцом в маленьком таком магазинчике, знаете, обычный такой возле дома магазинчик. Так вот, на тот момент у меня коррекция стоила 250 гривен, и я ей предложила 30 гривен за каждого приведенного клиента, да. То есть клиент ко мне приходил, Галя получала 30 гривен скидку. Она говорит, так, значит, чтобы мне полностью бесплатно сделать коррекцию, значит, мне нужно было привезти. Так, 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 ну в принципе я, говорит, столько и приведу. И у нее реально получалось, что она получала бесплатно ногти, а у меня были новые клиенты, которые приходили и платили мне по 250 гривен. То есть та скидка, которую я делала о Галине за то, что она приводила ко мне новых клиентов, она окупалась несколько раз. Не жадничайте. Помните о том, что вложение в себя, это не только отдать деньги кому-то за вашу рекламу, это отдать деньги своим клиентам, да, которые вас будут рекомендовать. Так, следующий пункт, это ваши фишки, да, фишки, которые будут привлекать ваших новых клиентов. Что это может быть за фишка, там, вас, вас как мастера, да, ну это, соответственно, это может быть и гарантия, которую вы там можете дать на свое покрытие. Это сервис, да, который там, допустим, есть такая фишка, что там процедуры в четыре руки, то есть за время маникюра вам сделают и маникюр, и педикюр. Допустим, есть такая фишка, как, допустим, приходи с ребенком и бесплатно получи там аниматора, пока я тебе буду делать, это фишка тоже, да, салона. Есть такая фишка, как, допустим, у меня, там, мы будем с тобой только один на один, отдельный кабинет, никого лишнего, никто не будет у тебя стоять над головой. То есть придумайте свои фишки конкретно по тем примерам, по которым вы работаете. Так, обязательно, обязательно, это какие-то, может быть, рисунки, роспись ручная, или, например, мои ногти держатся там намертво, да, там, или еще что-то. То есть пример этих фишек, их очень много. Но вы должны понять, вы должны в первую очередь ответить себе на вопрос, почему клиент должен выбрать вас, почему не в соседнюю дверь кабинета должен зайти ваш клиент, а именно к тебе, почему он должен прийти. Почему вот сейчас вы смотрите эфир Ани Романовой, непосредственно, как бы, ну, не смотрите там каких-то других спикеров, да, почему вас привлекает? Потому что, да, допустим, ну, я отвечу за вас, да, мы даем вам искренне, не скрипя душой, да, то есть информацию, которую нам не жалко, да, потому что мы хотим, как бы, чтобы вы не падали духом, развивались, и чтобы получали максимально полезное от этого времени самоизоляции, да, вот сейчас дома. Опять же, давайте не так, давайте приведу пример, допустим, фишки, почему, допустим, я выбираю там что-либо, допустим, да. Да, я обслуживаюсь у парикмахера, у которого, ну, очень дорого, допустим, да, и, как бы, он находится в другой стране даже. Но я никуда не пойду, ни направо, ни налево. Почему? Потому что мне нравится его подача, вообще его процедуры, мне нравится то, что он эпатажный, красивый, он успешный, да, то есть он известный. И для меня очень лестно, что я обслуживаюсь, являюсь клиентом этого парикмахера, да, он стилист, он даже себя парикмахером не называет. Или давайте возьмем такой элементарный пример. Вот сейчас, допустим, я искала логопеда, логопед мне нужен был онлайн. Почему? Потому что мне нет возможности водить ребенка, и сейчас такое время водить куда-то, то есть опасно, да, как бы из-за всей ситуации в мире. Соответственно, я вбила в Инстаграме, в поисковике, и мне очень много аккаунтов выбило, но я выбрала тот аккаунт, в котором я увидела свою потребность. То есть фишки этого логопеда, да, были то, что занятие, есть пробное бесплатное занятие. То есть я могла посмотреть, насколько она сходится со своим учеником, как она разговаривает, да, то есть это все ее фишка была. И, соответственно, эта фишка помогла моему логопеду зарабатывать, я занимаюсь 2-3 раза в неделю, то есть это ее заработок. Это я, я стала ее клиентом благодаря тому, что мне понравилась бесплатная пробная версия, плюс мне понравилось то, что как она это все подает в режиме игры. Это недолго, ребенок не сидит изнурительно. То есть это ее фишка. Продумайте, сейчас у вас есть куча, масса времени, чтобы это все продумать. И как бы, в принципе, в априори, ну, когда мы выйдем, да, уже все полноценно встроив работу, вы сможете это все использовать. У нас до конца эфира осталось 13 минут, у меня как раз тоже чуть-чуть осталось по теории. И следующий эфир, я открою комментарии, мы будем с вами разговаривать. Есть еще что сказать, поэтому, как бы, в принципе, все вопросы в следующем эфире. Так, после фишек это база клиентов. Многие из вас сейчас спросят, как ведение базы клиентов поможет мне привлечь новых клиентов. Ну, давайте так, база клиентов это подсчет вашей прибыли, обыли, да, заработка вашего. И имея базу клиентов, в любом случае вы имеете свою какую-то вот такую подушку, да. Чем отличается мастер, который в самом начале своей карьеры от мастера, который уже, ну, занимается год, два, три там года? Это база клиентов. Мастер, который в самом начале, эта база отсутствует. Ему нужно сделать очень много всего, чтобы эту базу клиентов наработать. Имея базу клиентов, вы будете, у вас будет возможность обращаться к этой базе клиентов для привлечения новых клиентов. То есть, допустим, клиент к вам уже не ходит, да. Опять же, вы можете не искать новую Машу, а написать своей старой Маше и наладить с ней контакт, связь. И, опять же, как говорится, вернуть ее к себе, будем так говорить. То есть, база, клиентская база обязательно должна быть у вас. Я думаю, каждый из вас уже услышал о том, сколько всего нужно сделать и какой этот пункт по счету уже. Вот. И вы должны понимать о том, что всего этого мастер маникюра может не успевать. Для этого существуют салоны, для этого существуют администраторы, которые этим всем занимаются. Да, я не буду спорить о том, что есть такие салоны, которым вообще пофиг на все это. Они не знают, что такое цепочка продаж. Но большинство руководителей, которые сейчас занимаются собственным бизнесом, они проходят кучу тренингов у бизнес-коучей, да. Они учат, что такое воронка продаж, что такое цепочка продаж, что такое целевая аудитория. Если, допустим, вы не хотите ни с кем сотрудничать, а хотите, допустим, самостоятельно все делать, то вы должны понимать, что эти все способы привлечения лягут именно на ваши плечи. И, соответственно, помимо того, что вы должны делать красивый, качественный маникюр, вы, естественно, должны еще и заниматься привлечением клиентов на постоянной основе. Потому что, запомните эту фразу, в бизнесе, больше всего в бизнесе оплачивается эта регулярность. Потому что, если вы будете работать нерегулярно и делать в полноги для своего бизнеса, то, в принципе, ваш бизнес очень быстро покинет просторы наши, да, нашего ногтевого сервиса. Знаете, есть такая вот, как же так, ну не притча, наверное, да, вот сравнение, скорее всего, что наш бизнес – это как велосипед. Пока ты крутишь педали, колеса крутятся. Как только ты остановишься, велосипед остановится, и ты дальше никуда не поедешь. И, в принципе, сейчас, когда мы сидим в изоляции, на карантине, да, допустим, наш город не сидит, мы работаем. Но не в этом суть, да, большинство сейчас зрителей – это мастера из городов, которые сейчас лишены возможности работать. В принципе, сейчас ответьте на вопрос, что делаете вы сейчас для того, чтобы ваш бизнес крутился дальше. Даже если вы наемный сотрудник, да, и вы скажете, что я не должна этого делать, это должен делать руководитель, подскажите своему руководителю. Опять же, если вы самостоятельно, самозанятые, либо вы, у вас там свой кабинет, либо свой салон, ну и прочее, да, варианты, вы должны постоянно привлекать клиентов, постоянно напоминать о себе, постоянно. То есть, запомните эту фразу, в бизнесе оплачивается регулярность. Так, про базу клиентов я вам сказала. Один из способов привлечения – это сервис. Давайте поговорим с вами о сервисе, немного не раскрыто, но о том, что такое сервис. Давайте так, каждый из вас может взять листок и ручку и написать, что для вас означает сервис. Каждый из вас может спросить у вашего знакомого, у кумы, сестры, папы, мамы, брата, мужа, у одноклассницы, что для них сервис. Каждый из вас может сравнить эти все значения и понять, что для каждого человека сервис – это совершенно разное. Опять же, если у вас отсутствует этот сервис, вы теряете клиентов. Если ваш сервис недостаточен, вы теряете клиентов. То есть, допустим, ваш сервис на том уровне, насколько вам комфортно. То есть, для вас это сервис. А, допустим, для вашей знакомой – это не сервис, и она туда не пойдет. Соответственно, вы должны понимать, что клиент с мышлением, как у вашей знакомой, это уже не ваш клиент, и вы его никак не сможете привлечь. Поэтому максимально старайтесь улучшать постоянно свой сервис. Потому что сейчас очень много, очень много хороших профессиональных мастеров, и сервис должен отличаться друг от друга, либо хотя бы элементарно присутствовать. Ну и крайний способ привлечения в моем списке, я сразу скажу, что это не все способы привлечения, крайний способ привлечения – это телефонные звонки. Звоните своим клиентам. Звоните им в течение того месяца, когда она должна прийти к вам на коррекцию. Не пишите смс-ку. Маш, ты как? Позвоните, спросите. Мария, все ли у вас там хорошо? Мы напоминаем, что вы у нас записаны, у вас ничего ли не поменялось? Проявляйте, пожалуйста, проявляйте заботу о своем клиенте. Потому что пока вам это кажется стыдным, какой-то другой мастер вашу Марию себе захомутает своей заботой, своими звонками. Ну и самое главное, вы должны понимать, что все мастера, работающие в бьюти-сфере, они все очень, как сказать, у них очень крутая возможность иметь очень много знакомых среди других сфер. То есть все ваши клиенты – это круг ваших знакомых. То есть ваш клиент, он перерастает в вашего знакомого. Поверьте, не в друга, а в знакомого. И, соответственно, если сегодня ваш клиент не пришел на запись, где-то потерялся, там еще что-то, опять же, вы возвращаетесь к базе ваших клиентов, то есть у вас есть база. И, соответственно, вы набираете и напоминаете о себе, приглашаете, предлагаете какую-то скидку, ну не скидку, а акцию, в подарок парафинотерапию. Или, допустим, приглашаете, говорите, что у вас улучшились условия, либо еще что-либо, вообще просто напоминалка. И клиент просто элементарно скажет, блин, класс, она про меня помнит, надо сходить к ней, посмотреть, что там, да как давно не была. Вы же не знаете причину, почему она у вас, как говорится, отсутствует. Девчонки, сейчас я перезайду, продолжу, уже будут открыты комментарии, как бы все способы сказала, но сейчас я вам расскажу про цепочку продаж, да, то есть как эти способы совместить в цепочку продаж. Сохраню эфир, мне надо перезайти, чтобы эфир у меня не выбил. Так, завершу. Спасибо. Спасибо.